Привет всем! Сегодня мы едем на медийную ферму Делбока. В переводе с болгарского это значит глубокая. Делбока расположена в одной из самых экологически чистых зон Черноморья, в заливе Мысоколиак. Мидии богаты протеинами и витамином В12. Поэтому медии очень и очень полезны для здоровья. Ну вот сейчас мы проехали Балчик и едем по такой спокойной, незагруженной дороге. Это дорога на Деронкулак, то есть на границу с Румынией. Вот мы подъехали к гольф-клубу. Называется Lighthouse. Здесь мы играем в гольф иногда, но сейчас пока не будем играть. Все-таки мы поедем дальше и покажем вам то, что наметили на сегодня. В гольф-клуб мы съездим отдельно, когда будет попрохладнее. Вот мы приехали в Табулу, тут тоже гольф-поле. Дальше продолжаем ехать на Деронкулак. Вот здесь ветровая электростанция, очень много ветряков. Мы еще поближе сейчас подъедем, посмотрим. Вот мы идем в ресторанчик на ферме Делбока. Народу довольно много, как ни странно. И море здесь спокойное, что тоже удивительно. У нас уже второй день штормит на золотых песках, а здесь все тихо, спокойно. Вот так выглядит ферма Делбока. Мы снимаем ее из ресторана. Сейчас мы пойдем и сядем в ресторанчик. Мало что изменилось, конечно. Мы уже были в этом ресторане в прошлом году с моим внуком. Кстати, с ним мы иногда сами ловим мидий. На пляже в Русалке неподалеку. За три лева можно купить мидий на рынке. Чуть дороже в любом рыбном магазине или отделе супермаркета. Сбор мидий – дело нетрудное, но руки и маникюр точно пострадают. Я постараюсь показать это в своем новом фильме о Русалке. Вот такой красивый ресторан на мидийной ферме. Какаясь, ждет своей добытой. Мидийное стопанство. Ага, сейчас иду. Вон какие чайки плавают. Ой, жирные, откормленные чайки. Какие натуры? Натуры. Мы на ферме Делбока в ресторане. Сейчас попробуем свежих мидий полезненьких. Нам что-то принесут. Привет, привет. Место классное? Место классное, море кругом. Сейчас мы поедем на кашу. Такой классный ветерок. Совсем не жарко. Отлично. Здесь вообще классное еда. На этой ферме. Вот наша еда. Так, это тараторчик. Все мы с простоквачи с огурчиками. И здесь у нас медина. Медина. Самая свежая и самая вкусная. Мы будем сейчас есть наши мидии. Прекрасно. Недолго. Ничего. Это не страшно получилось. Абаря. Пинти. Она такая маленькая, а мне вот такая большая. Вкус замечательный. Можно записывать. Все хорошо. Свежая. Чайки кричат за спиной. А это таратор. Вы знаете? Болгарский супчик. Огурчики. Чисто-солонное молоко. Погромче. Погромче. Медина Стопанская. Пристройся к русалке-то где-нибудь. К хвосту. Отлично. Добре дошли. До свидания. Вот главный вход на ферму Делбок. Сейчас я поднимусь и покажу вам, какой чудный вид сверху. Слушай. Слушай. Слушай, какие героичные поступки дорисовывают. На самой высоте. Можно подняться еще выше. Не надо. Мы на медийной ферме Делбока. Наелись миди в ресторане. И теперь поедем купаться. Потому что очень жарко. Градусов, наверное, около 30. Но дует прохладный ветерок. Волны спокойные. То есть волн почти нет, как ни странно. Хотя, я думаю, в открытом море у нас на Златных сегодня немного штормит. Но у нас здесь все хорошо. На ферме Делбока. На ферме. На ферме? На ферме. Или на ферме. Как это называется? Дель Боко. Дель Боко. Это значит глубокая по-болгарски. Я уже говорила. Я думал, это по-итальянски. Дель Боко. Мы поднимаемся от фермы Делбока. Ой, сейчас поедем на пляж. Погода жаркая, жаркая. И даже не чувствуется, что вечер. А мы наелись теперь. И ужинать уже сегодня не будем. Потому что очень плотно наелись мидии. А мидии были очень вкусные. Натуральные, свежие. Мы приехали в село Болгарево. Обычно мы здесь, в таверне, тоже любим перекусить. Здесь цены очень гуманные. Здесь тоже поселочек продвинутый. Хорошие дома. Вот Диня. 0,6 лево. Просто я не успела снять этот вывесок. Там была написана. Сейчас мы поедем на мыс Калиакра. Но прежде мы заедем на пляж Болота для купания. Пока еще можно искупаться. Вот видишь. Но с Калиакра. Нет, прямо действительно. Вот такие рыжие грунты в этой местности. Вот это пляж Болота. И здесь какие волны. Да, мы здесь были в октябре. Да, мы не только в октябре были. Да. В лошаде были летом. И в сентябре. Но паркинг всегда был здесь. Так мы с Егором-то были летние месяцы. В июне. Но паркинг-то всегда был здесь. В июне были. Эти красивые горки. Снимают пляж вон с того высокого места. Может быть, и мне туда залезть. Посмотрим. Вот из этих кустов впадает река с тресной холодной водой. Но ее теперь как-то перекрыли. Хотя она все равно продолжает течь в море. И от этого вода в море становится холоднее. Вот она. Эта речка. И вода в ней ледяная. Ну, на пляже Болота. Ведь я пошла купаться, а я сейчас пока посижу. Волны здесь не так, как в заливе Калиаха. В скалах есть пещеры. Вот такие здесь красивые красные скалы. Забрался. Можно забраться. Еще было вот с этой стороны. Просто я хотела вот туда забраться. на эту скалу. Как красиво. Как красиво. Конечно. И так мы вскарабкались вот на эту скалу. И сейчас мы будем снимать красивые горки. Что только блогер не сделает. Ужас. Чтобы снять какой-нибудь видос. Что только не сделает сумасшедший блогер. Что он не сделает. Ну, и вот наивысшая точка. Которую нам удалось достичь, чтобы снять этот прекрасный пляж. Когда у нас будет дрон, мы снимем это все с воздуха. Но могу сказать сразу, что при таком количестве народа этот пляж мне не нравится. Здесь было очень много народу. Волны, мелко, видимо отлив, байдарки. В общем, все в кучу. Совсем не похоже на коронавирусный пляж. Люди все вместе. И все как-то... Парковаться, кстати, тоже негде. Раньше я с краю этого пляжа, вот там, где машина, это был большой паркинг. А узкая полоса пляжа была пляжа. И всем хватало. Теперь, видимо, столько народу, что не хватает места ни для парковки, ни для людей. Поэтому вот так. Но скалы здесь великолепны. Они просто изъедены ветрами, морем, волнами, солью. Здесь просто все скалы выедены. Они такой странный красный порог. И песок здесь тоже такой же красный. Пиночки мы сейчас и спустимся вниз. И поедем на Калиакро, если успеем, до темноты. Может быть, хоть закатик снимем. Да, туалета на пляже нет. Поэтому в кустах ходить мне очень приятно. Странно почему-то, что столько народу, и нельзя поставить пластиковый туалет. Идем-ка этапультироваться. Давай. Витя первый. Так. А я номер два. Я тебя держу за рюкзак. Да. Режим. А кто-то вон залез. Смотри на этот вот маяк. Как он туда проникан? Сейчас поедем. Вот там снимают настоящие блогеры. Ага. 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 Продолжение следует...